Вот здесь была фамилия моего воюрного деда, Прибыловского Вениамина Валерьяновича. О том, что со Стеллы и списка земляков участников войны исчезла фамилия деда, Сергей Прибыловский узнал не сразу. Реконструкция аллеи героев была два года назад. Именно тогда Стеллы были полностью заменены на новые. Пропажу фамилии обнаружил, когда посетил аллею с родственниками, чтобы почтить память своего деда. Решил показать им старые могилы, места памятные Чистополя. И с удивлением обнаружил, что фамилия исчезла. Удивились не только родственники. Всем я, кому не говорил, все, конечно, удивляются. Что это, чья-то ошибка или намеренные решения внести поправки в старый список фронтовиков, внук выясняет уже в администрации. Именно туда он обратился с заявлением восстановить на имеющейся Стелле фамилию деда. Никто, конечно же, имена не отфильтровывал, не удалял, не убирал. Возможно, это какая-то техническая ошибка. Но вы понимаете, сколько тысяч имен на аллее. И, конечно, технические ошибки какие-то возможны. Каких-то имен не было и в прошлых списках. А потом люди приходят, находятся родственники, обнаруживают, что не хватает имен. И они обращаются в администрацию и к нам. По архивным документам удалось подтвердить, Вениамин Прибыловский действительно был уроженцем Чистополя. Погиб в бою и захоронен в Румынии за год до победы. В списках погибших на Стелле ранее числился. Так же, как и дядя Тагиру Мухаметова, Закир Мухаметов, который погиб на фронте в 1942 году. Фамилия также находилась в списках. В свое время проходили и видели, что она на месте в настоящий момент. Ее нет, чему я сильно удивлен. Со стороны отца никого не осталось. Отца тоже нет. Отец воевал. Прошел всю войну, 7 лет войны. И то, что нет и дяди здесь, меня сильно удивляет. Это не единственное обращение к властям с просьбой вернуть фамилии на Стеллу или добавить новые. В Чистопольском государственном музее-заповеднике уже около десятка заявлений дожидаются своего решения. Предварительно известно, что все недостающие имена воинов-земляков будут возвращены на существующую Стеллу в виде отдельной таблички. Наталья Япаева, Сергей Легасов. Новости Татарстана.